Первый полуостров человек в космос, 12 апреля 1961 года. А в каком году Крымский полуостров вернулся в состав Российской Федерации? На подобные вопросы должны были ответить юно-армейцы в конкурсе истории «Священные страницы» в рамках игры «Девушки в погонах», которая прошла в молодежном центре «Навигатор». В соревнованиях приняло участие 10 команд из школ городского округа Щелково. Девушкам нужно было выполнить самые разные задания, например, собрать и разобрать автомат или суметь оказать первую помощь пострадавшему. Девушки постепенно осваивают, в том числе и военные профессии, выбирают путь офицера, военнослужащего. Ну и одна из задач нашего сегодняшнего конкурса – ориентировать девушек на выбор профессии военного. Самим участницам было интересно выполнять задания, ведь полученные в процессе игры знания могут пригодиться не только при выборе будущей профессии, но и для расширения общего кругозора. Очень интересно знание истории России, очень интересное погружение в сборку-разборку автоматов, в снаряжение магазинов, в попытки одеть одежду времен катастрофы на Чернобыле, погрузиться в эту всю атмосферу. Мне близка эта тема, так как я занимаюсь историей. Военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» проходит среди женской части юноармейцев довольно часто, и каждый раз юные участницы доказывают, что с непростыми испытаниями справляются ничуть не хуже, а то и лучше молодых людей. Мария Буржинская, Валерия Жеглей, Щелковское телевидение.